здарова меня зовут максим сегодня у нас новый обзор на дворе лето на градуснике 30 градусов жара духота хочется пить чего-то легкого освежающего значит сегодня что правильно будем делать обзор на стауты и на портеры конечно же нет можно долго спорить сезонности пива кто-то считает что это все предрассудки и вообще любое пиво можно пить в любую погоду но знаете заходишь в магазин и как-то не хочется пить в 30 градусную жару тягучий стал от которого прям еще больше пить охота хочется чего-то освежающего наверно многих так соответственно сегодня будем пить очень легкое пиво от пивоварни magic mess собственно что это за пивоварня я не узнал относительно недавно буквально месяц назад она появилась на прилавках магазинах по крайней мере я ее первый раз заметил и чем они выделились тем что у них очень интересные вкусы у их пива конечно чем еще можно выделиться не знаю допустим вот торпеда melon berliner со вкусом дыни 3 процента алкоголя passion turbo fruit pitch sour тоже 3 процента со вкусом жвачки turbo и персика есть еще у них такая линейка с дизайном напоминающим какую-то соцсеть не знаю даже что за сутить такая у нас в россии таких нет называется кисми ну подробнее о каждом биве поговорим тогда будем пробовать уже пивоварни на слуху последнее время когда я ходил в центре по барам бармены говорили многие то что сейчас все интересуются пивом этой пивоварни много где она сейчас представлена ребята заявили о себе очевидно неплохо я уже пробовал пиво из этой линейки ко мне приезжали друзья начале лета и я им посоветовал попробовать пиво 3 пивоварни они взяли пиво с имбирем но не только соберем там были еще вкус я уже точно не вспомню какие но в частности был имбирь я сторонюсь лично сам пиво с имбирем пивоварня кома меня отвадила от этого вкуса я у них копил мне понравилось больше не хочу пить не знаю но кстати у этих ребят пиво вполне себе было вкусно не берем знаете ну такая на послевкусие остринка интересно но в общем это не выглядело вот так-то ужасно просто не очень люблю сочетание этих фруктов сладких и вот этой какой-то остринки больше мне нравится когда острота в каких-то супах что-то такое соленое газешки а сауру я люблю ну просто чисто сладкий липким просто ну легенькие такие типа берлин а вот у этих ребят принципе получилось интересное сочетание но здесь никакого имбиря нет ничего такого острого ладно давайте уже подробнее нальем попробуем и поговорим о пиве начнем сегодня с легенького торпеда melon berliner 3 процента алкоголя конечно но это прям вообще максимально легкое летнее пиво 9,5 плотности в составе помимо обычных пивных ингредиентов не хочу перечислять их каждый раз в общем просто концентрированный сок дыни и экстракт ванили то есть должно быть максимально такое дымное пиво на запах очень сильно пахнет дыней очень сильно давайте хотя бы поближе покажу баночку хотя зачем я же ее снимал когда наливал ладно ну дымный дымный запах не могу честно говоря так определить химозный дымный или прям натуральных я недавно ел дыню но она была такая себе натуральная последствия так сказать были после этой дыньки неприятные ну такой с чем бы сравнить то этот запах и с чем я буду сравнивать ладно давайте попробуем очень легенькая кислинка такая сначала чувствуешь вкус вот дыни которые потом переходят от этого в кислинку такую но послевкусие не дынное такое какое-то знаете это напоминает вот недавно пил штрудель и чё-то такое как будто это это выпечка ну здесь конечно никого выпечки нет составим и может это и за ваниль и так и вкус машника ну я чувствую чё-то такое что такое пивко со вкусом дыньки вкусненько не сказать что я прям в каком-то невероятном восторге что прям вау ребята все бегом скорее покупаете это пиво ну просто знаете просто хорошее вкусное пиво если хотите если любите дыню любите такие вот берлини легенькие хотите чего-то такого освежающего вполне вполне советую ничего в нем нет отторгающего никаких косяков на мой вкус все хорошо ровненько ну да ну как то так давайте попробуем следующее вот это у меня уже больше меня интригует это пиво passion fruit turbo pitch как только узнал что у них есть пиво со вкусом бабл гамм не сразу это захотелось попробовать концентрированный сок маракуйи сироп бабл гамм пюре персика сок маракуйи ну да чувствуется она немножко постояла в стакане поначалу когда только налил был больше запах такого персика бабл гамма сейчас уже вот чувствуется маракуйя вот сейчас опять подвинем и чувствуется больше бабл гамм на стенках остается пюрешка от персика по характеристикам также 3 процента 9 5 плотности дать пробуем знаете непонятно смесь персик бабл гамма маракуйи внезапно тут взялась откуда-то внезапно здесь написано passion fruit pitch passion turbo fruit pitch ой чем-то я не обратил внимание на то что здесь написано passion fruit чем на первом месте составе на первом месте пера персика ну смысле не считаю пивных компонентов потом маракуйя потом сиропа бабл гамм чё сиропа бабл гамм интересно знаете только хоть у них типа одинаково плотных мы видим из пюре персика как бы о чем тут говорить это это плотнее гуще из-за пюре и знаете если вы хотите типа жажду там утолить но этим у вас жажду не получится ударить летом хотя на типа лёгенькая но она довольно таки она ночью сладкая но ведь его приятно тоже вкусно ну собственно как и здесь с первым пивом то же самое кайфовая легенькая вкусное пивко советую попробовать не пожалеете в любом случае если любите сауры фруктовые . кайфово ну вот на послевкусие реально есть вкус бабл гамм как будто жвачку пожелал прикольно прикольно интересно не взрыв мозга не какой-то там вау восторг просто ну просто хороший вкусный сау теперь главные интриги сегодняшнего вечера отличным для меня magic mess kiss me линейка которая заигрывает с дизайном какой-то соцсети не непонятно неизвестный отбрось стеснение и позволь себе растворить совопоительность радости первого поцелуя предложить своему крашу испить этот саур этикетка на банке скажет все за тебя микс банан и фисташки и дыня навсегда останется в твоей памяти как вкус пикантного момента банан фисташка дыня должно быть офигенно кайфово здесь уже 15 процентов плотности 5 5 алкоголя но есть один момент который меня смущает этот запах она отвратительно воняет невозможно она ужасно пахнет пиво 6 мая розлива сегодня 5 июля то есть прошло два месяца я его купил магазине настояла холодильнике все это время но мне тоже ставил холодильнике я его купил в начале июня это хотя купил не так давно буквально дня 4 назад то есть это мне немножко постояла не знаю что повлияло не обладает чем много пива вот когда до него доберусь уже смогу сделать вывода может реально чуть летом случилось и мне там все пиво перед ухо это будет очень печально знаете пока что ну я удивлюсь если это на вкус будет порядке по запаху это просто отвратительно блин хотя знаете может фисташка так пахнет ну скорее даже не фисташка какой-то миндаль не такой запах сейчас давайте будем запахи тухлятина пытаться понять что это ой да это на самом деле нутки миндаля давайте попробуем может быть реально но не испортилось а просто запах мельский на вкус такое же как на запах я не понимаю я вообще не понимаю что не так ну ну оно даже как-то хотя опять таки я не знаю может так и должно быть посадок выпадает немножко сверху где-то сантиметр поделился уже какая-то фракция опасный момент опасный момент как же без этого зато интрига потом расскажу как обычно ой вкусняшки самые со дна блин у меня были прям очень большие ожидания по поводу этого пива оф 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 напишите в коментах если кто-то его пил как вообще у вас оно нормально себя повело то воняло не воняло на вкус был как тухлятина и нет сижу пью тухлятину и довольный класс да то есть о чем поговорить потому что здесь выпил вкусно ну и все чаще сказать про тут прям да я сейчас я чувствую только вот какой-то миндальный вкус может быть блин какой там рукового яда вкус миндаля или запах в этого забыл называется ну не знаю очень очень спорно непонятно нужно будет почитать комментарии в тапке что люди вообще пишут как у них нормально ненормально дыня фисташка банан для пива с бананом довольно таки жиденько обычно если какая-нибудь там фубри разбахнет банан то тут просто из банки все ашметки валится здесь довольно таки жиденько как фильтранули нормально по-моему обычно бананы кладут чтобы такая консистенция смузёвая была а здесь пиво очень жидко даже вот здесь здесь никаким бананом не пахнет то здесь пиво довольно таки густое и на стенках осадки от пера персика здесь гораздо но меньше осадка я не знаю я не могу это советовать потому что у меня что-то не тот банк и я боюсь теперь за все свое остальное пиво нужно будет ближайшее время его повскрывать проверить как оно холодильник вроде свет никто не врубал все нормально странно странно я вообще не ожидал то которое я с друзьями пил из этой линейки вообще никаких вопросов у меня не было отличное было пиво здесь какая-то странная ерунда да вот так не храните пиво в холодильнике пейте сразу а то это может ни к чему хорошему не привести в общем ладно ребятки спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь комментарии оставляйте пили ли вы пиво от пивоварни magic mess как вам вообще нравится не нравится пишите на какие пивоварни еще хотите сделать обзор я скорее всего на magic mess еще буду обзоры делать потому что у них очень широкая линейка еще из вот этого еще куча пива из вот этого и не будет охот попробовать интересные ребята в целом мне все равно не смотря вот на это хорошее о них сложилось впечатление непонятно пока что вот с этим пивом не так чай косяк и будем разбираться 360 суток срок годности при температуре от 2 до 12 ну как так что могло пойти не так да целуй меня если своему краш такого нальете знаете если хотите избавиться от человека вот может тем это кемпиом его поить я думаю долго он с вами не захочет тусоваться в общем вот такой обзор получился все спасибо всем удачи рубрика после слове в общем допил я все это пиво знаете вы не слушайте меня когда я говорю то что это пиво какой-то там неважно любой сау в принципе можно хлистать банками я вот это говорю когда начинаю пить в итоге заканчиваю съемку допиваю первый стакан и уже второй стакан на середине понимаю что у меня не лезет тяжело в общем за раз выпить много сауров по крайней мере мне поэтому ориентируйтесь на собственные вкусовые предпочтения по поводу вот этого пива которое мне показалось испорченным я посмотрел отзывы других людей в антапте и действительно многие пишут то что она ужасно воняет я не знаю как они это допустили по я вообще не понимаю чего-то видимо сделать такие прикольные вкусные ароматные напитки и вот это вот ну ничего со мной страшного не случилось действительно в итоге после того как я выпил единственное я его пил буквально вот так вот и вот уже так она вообще безвкусное абсолютно не тоже на самом деле удивило в общем решать сами нужно ли она вам или нет нужны вам такие эксперименты я бы лично предпочел выпить чего-нибудь вкусного проверенного чем вот что-то вот такое непонятное так что вот всем спасибо